Переправа-переправа. Берег левый, берег правый. Вот уже третий месяц один из наболевших вопросов как для жителей Вуктыльского района, так и для транзитных пассажиров. Это проблема перебраться на большую землю и вернуться обратно. Сейчас самый пик летних отпусков. Те, кто уже испытал на себе все трудности поездки и те, кому еще предстоит дальняя дорога, переживают. Свои эмоции и фото-видеоматериалы очевидцы дорожно-переправных баталий разместили в интернете. Мы как раз в эту очередь подъехали в 14.00 и смогли переправиться лишь в 16.15. Ужас! А товарищ наш подъехал спустя час в 15.00 и переправился последним рейсом перед их очередным обедом в 5 вечера. На улице жара плюс 31. Выйти невозможно. А вода тучами. Хорошо кондиционер спасал машине. За ребенка переживала, что не вынесет духоты. Безобразие какое-то. Мало того, что дорога Ухта-Вуктыл не назвать дорогой, так еще и на переправе стоять. Скоро снова назад ехать. Уже на душе пакостно. Привет всем. Сегодня переправлялся и наблюдал картину маслом. На Уктыльском берегу полно машин. Видео прилагается. Все матерятся и хают администрацию. Просто жесть. Вечером 2 июля на стадионе собрались в Уктыльце, чтобы встретиться со съемочной группой телеканала общественного телевидения России, которая по приглашению инициативной группы в течение двух дней работала в нашем городе. Весть о приезде столичных телевизионщиков стремительно разлетелась по городу. Здесь хорошо сработало сарафанное радио. И стадион превратился в арену не только заинтересованных данной проблемой лиц, но и просто любопытных зрителей. Мною было написано письмо на общественное телевидение России с описанием, вкратце, описанием нашей проблемы, с нашей переправой многострадальной. Предложили им тему для сюжета. Они откликнулись на мое письмо, прислали, послали, так сказать, съемочную группу. Съемочная группа приехала и как бы это самое, выходили на Сергея Романовича Деревянка. Мы подавали заявку на митинг. Мы первый раз хотели провести митинг вчера, но подали заявку не вовремя, не уложили сроки, поэтому митинг нам запретили. Чтобы сегодня переправиться на другой берег, люди вынуждены часами стоять на солнцепёке, ожидая своей очереди на паром и катер. Порой на это уходит от полутора до пяти часов. Ну а кто опоздал на последний рейс, у тех выбора нет. Вынуждены проводить ночь по ту сторону реки. Пассажиры разные. Здесь и отпускники с маленькими детьми, и командировочные, и те, кому необходимо попасть в медицинские учреждения республики. Существует большой риск опоздать на поезд. А если выехать раньше, вдруг повезет быстро переправиться. То что сделать с уймой времени, ожидая своего поезда, которые в основном уходят ночью или рано утром? Это дополнительные расходы на гостиницу и питание. Да плюс к этим расходам стоимость самого проезда через реку. Мы хотим привлечь внимание общественности к проблеме нашей переправы, привлечь внимание страны, президента, главы республики. Ну всех привлечь внимание к нашим проблемам. Тут, конечно, вызывали съемочные группы только по переправе, но наболевших вопросов много. Людям говорили и про школы, и про дороги, говорили про все. Тут материалы наснимали вроде как. Вроде как все это дело так. Так, вот, дело в том, что для того, чтобы у народа была возможность встретиться с съемочной группой московской, мы решили собрать этот, собрать народ городской здесь, чтобы они могли видеть этот, это вот наш, нас всех, нас всех вместе, наши, что мы идем, что мы не единичны, что мы идем всем городом, что мы согласны идти, что мы согласны бороться, что мы хотим отстаивать свои права. И как бы для того, чтобы вот это все увидела эта съемочная группа московская, мы решили собрать народ на стадионе для встречи со съемочной группой. Это не митинг, это не что никакое, не какая-то политическая акция. Это просто собрание людей для встречи со съемочной группой Москвы. Чтобы все это, чтобы вся эта картинка ушла в эфир, чтобы все это было видно, что это не кто-то один там откуда-то с головы взял, что это вот проблема всего города, который собрался здесь. Все это поспособствовало бить тревогу и стучаться во все двери. Помимо обращения в районную администрацию инициативной группой, было собрано 456 подписей и направлено в прокуратуру города. На данный момент, насколько я знаю, ответа нет, но сроки на ответ, сроки даются 30 дней, как бы время еще есть, мы все-таки ждем, что нам все-таки что-то ответят. Я лично писал, неоднократно писал в администрацию президента в электронном виде, письма отправлял, они все эти самые письма мне, ответы посылали, отписки скидывали, все это на республику, потому что мы некомпетенты, мы вопросом не владеем, это все решается в компетентности республики. Все это у меня с собой, если кому интересно, могу показать. Сегодня, 3 июля, в течение двух часов проходила встреча инициативной группы с руководителем администрации муниципального района Вуктыл Сергеем Романовичем Деревянко. Было задано очень много вопросов, в основном касающихся переправы. Обе стороны убеждены, что такая встреча была нужна, потому что незнание и недоговоренность порождает порой нелепые и фантастические слухи. Домыслами и фантазиями эта история обросла уже, доходит просто до абсурда. В некоторых моментах я дал поручение для того, чтобы разобрались и подали, возможно, судебный иск. В части того, что уже появилась там информация, что эти 60 рублей собирают лично для того, чтобы отдать их деревянка. Поэтому мы найдем, кто это написал, и за это мы подадим в суд, так скажем, на все эти дела. Потому что надо иметь меру во всех этих фантазиях. Бывает и дошло и до смешного о том, что должны были до 20 июня выполнить, эта городская администрация занимается горизонтальной разметкой дорог, 20 июня доложить, там какие-то были сбои, все сделали, делали ночью, потому что машины не ездят, есть возможность сделать по плану Костя-Траву, сейчас рассказывают, это к приезду телевизионщиков специально делают разметку. Мы же все взрослые люди, для чего вот это фантазировать, кому это на руку. Забегаю вперед, чтобы как бы тему «Газпром-трансгаз-Ухта», так скажем, вот, закрыть. Когда сейчас пошли слухи о том, что якобы уже понтонный мост проданный находится в Печоре, я ему звонил вчера, с ним по телефону разговаривал, говорю, я буду встречаться с гражданами, с жителями Луктыла, что вы можете прокомментировать по этому вопросу. Он сказал, что понтонный мост находится на 35-м километре, никто его продавать никуда не собирается, перевозки будут зимние осуществляться по понтонному мосту. Поэтому забегаю вперед, сразу скажу, чтобы дальше эту тему не муссировать, понтон на месте. И Александру Сергеевичу я предлагал, мы на переправе об этом тоже говорили, я говорю, ну вот здесь же рядом 2 километра, ну заехали бы, посмотрели, что лежит все на месте, а не в Печоре. Поэтому зимняя переправа будет. Всегда есть какая-то категория людей, которая выпадает, да, из этого информационного, официального информационного поля. И когда инициативная группа обратилась с заявкой на проведение митинга, вообще городского, да, я увидел эту заявку, я встретился с инициаторами и предложил, то есть давайте мы посмотрим, какие у вас вопросы, то есть вам нужен митинг для митинга, либо мы должны решить вопрос, да, если нет полной информации, давайте встретимся с членами инициативной группы, я все расскажу, и мы дальше примем какое-то решение. Потому что сегодня вопрос функционирования переправы, он важен не только для инициативной группы, для граждан, да, он важен в первую очередь для нас, потому что, ну, наша первая задача беспокоиться и заботиться о том, чтобы нашим гражданам на территории проживалось комфортно, да. Поэтому в этом наша заинтересованность. И сегодня я увидел понимание, что действительно это наша общая проблема, потому что в одиночку администрация вопрос, который сегодня возник, не решит. Нам надо, конечно, и поддержка от граждан, и мы пришли к общему пониманию, то есть куда надо двигаться. Я благодарен тем гражданам, которые проявляют свою активную жизненную позицию, да, поставили вопрос. Мы сегодня долго говорили, два часа практически. Вот, на все интересующие вопросы, думаю, был дан исчерпывающий ответ. Дальше информация, так скажем, также разойдется, да. Я на следующей неделе планирую быть в правительстве. Те вопросы, которые еще поднимали, и которые надо еще раз о них проговорить и поставить на уровне республики. Естественно, мы это сделаем. Идет нам на встречу власть. Власть не прячется от народа. Власть с народом. Было высказано много вопросов по поводу переправы. Поднимались вопросы и подъездов, и съездов, и нахождения на переправе, и работы катера. Нас услышали, взяли на заметку, поставлены нами вопросы. Определили, что совместно будем продолжать работать. Мы предложили свою помощь власти в решении наших проблем, теперешних наших насущных, потому что мы тоже болеем за район, как жители района, так же, как и наша власть. Мы понимаем, что им одним это не по силам, и мы готовы им помочь, и они готовы с нами сотрудничать. Вот то, что мы вынесли после сегодняшней встречи. Митинг, назначенный на 11 июля, не состоится по причинам, касающимся организации проведения митинга. Митинг будет, но, к сожалению, будет не 11 числа, а позже, о чем мы ранее дополнительно сообщим. Вы на митинг придете? Если он будет в соответствии с подачей заявки? Я понимаю, что митинг обязательно будет, потому что настроение такое, что, в общем-то, надо заявить о существующей проблеме со стороны жителей. Конечно, я буду участвовать в этом митинге. Я думаю, что он пройдет в конструктивном русле, без применения каких-то, так скажем, моментов, которые не будут соответствовать нашему законодательству. Всю встречу руководителя администрации с инициативной группой смотрите в специальном выпуске.